Тупые как дерево, они, можно говорить сразу. Все люди тупые вообще. Мне вчера кто-то на работе рассказывал, что все люди тупые, просто есть более тупые и менее тупые. И все. Ну вообще, я думаю, наверное, это так и есть, конечно, знаешь. Потому что каждый день изобретают какие-то новшества в науке. И там даже люди изобретают каждый день и становятся типа умнее, а значит вчера были тупее. А мы-то вообще даже не в курсе, что там изобретают. Да, мы-то дебилы, получается, если с ними сравнивать вообще. И совсем все плохо. Далекие-далекие. Ну что, у нас Венгалдер Титан Лайфстиллер и Шторм у нас давно забытые. Ой, Феникс! Ой-яй-яй. О-о-о, братан! Не, ну я вообще честно, я в шоке с того, что Феникса никто и не пикает. По-моему, герой, ну просто убер мощный. Ну, его брали у нас в Азии на каком-то из стримов. Я вот сейчас не вспомню на каком, но в одной из игр Старладера. Я смотрел, адекват комментировал. Там он был, и там он не зашел. То есть это то, что я видел по Фениксу. Понятное дело, что много его мы еще видеть не могли. Этого товарища. Ну вот сейчас посмотрим. Ну блин. Просто мне кажется, вот у меня есть такое подозрение, что комба типа Воид Феникс, она просто больная по игре. Просто это яйцо сраное, ты не можешь разбить, потому что есть купол. А если ты не можешь разбить яйцо в драке, то это просто забей. Оно реально уничтожает. Согласен. Ну посмотрим, как тут будет бороться. Тут опять-таки, по-моему, имеется возможность игры... Возьми, имеется возможность как бы его убивать. Пока. Кажись. Не, ну всегда есть возможность. Слушай, я подумал, прикинь, Лайвстиллер залазит Феникса и летит Феникс в яйцо. Лайвстиллер в яйце. Че? Прикольно! Ну, не знаю, прикольно ли я, но просто получается как... Такая... Лайвстиллер, как цыпленок. Ой. Ладно, давайте дождемся сейчас последний пик ВП Полар. Мы видим, что они тоже задумались, они не понимают, собственно, как что вообще делать. И Кентавр заходит. Ну че-то я хозе. Такая толпа милишников. Кстати, опять же, против Феникса не очень приятно. Ну типа да. Потому что милишникам-то и этого яйцо... Прикинь, Феникс когда-нибудь запрыгнет на горочку просто и там яйцо зарядит. И че хочешь с ним делать вообще? Ну а че ты сделаешь, у тебя четыре милишника, ты будешь смотреть только на него. Ни черта не сделаешь. Ну вообще, что-что-что-что-что-что-что-что? Да, и вот эти я вижу, вот эти новые, ну, возможно, статуэтки ставить. Вот этот вот Сэм Зэ Мэн стоит у Тим Тинкер, такой ли он. Ты можешь статуэтки ставить? Да вроде могу, да. Мне дали кирпич, я не делал. Мне два кирпича дали. А мне один, полно. Я не знаю, чувак, где она стоит, че-то я ее не могу найти. Ну, у Тинкеров прям под троном, ну, рядом. Троном не вижу. А вот все-все-все-все-все-всё-всё. У меня есть такой красивый. Пуф бич из гет мани. Нормально так. Мипарь такой. Любую надпись можно написать, что ли? Да, можно. Еще кто-то стоит. А, да. Пуф бич из гет мани как раз, да. Снизу ли он. И у Виртуз Про тоже стоят там парточка вон венга какая-то. Порево, Шинсекай, Ноками, да. Ой, боже мой. Ну, зачем? За что? Удали, удали. Удали этот пазут. Боже, боже. Так, ну, тут венга стоит вообще без инскрипшена, без никакого фэнгэшной. Ну, и супер надпись, конечно, от Иллидана. От Иллидана вообще топовая надпись, конечно. Ну, как всегда, это что-то связанное с, не знаю, сами знаете, с чем. Не называй это. Мы не называем вслух, да. Это болезнь общая у Иллидана и у Этернал Энви. Да, но ты знаешь, пока Этернал Энви это выглядит как-то поувереннее с этой болезнью. И тут вопрос. То есть это наоборот. Мне кажется, что Этернал Энви он более подвержен болезни аниме и, возможно, Иллидана тоже стоит тогда. Ну, как бы, если отдаешься чему-то, то полностью, да. Отдаешься аниме полностью и начнешь тащить. Там что-то пишет Ханя, что... Вот только что, две минуты в Твиттере назад, что мы помирились с Этернал Энви. Какая-то шутка, но я же говорю, я вот объяснял это Гатханту, что там, короче, они были двое в студии аналитики и, типа, рассуждали на тему, как ММР, типа, для топ-игроков, влияет ли он на их развитие, грубо говоря. И Энви доказывал, что ММР это наше все, что ММР это очень круто, что вот я там потею очень на ММР, для меня это очень важно и так далее. Ну, и Ханя его подкалывал, подкалывал, и в итоге Энви сидел, пошпиливал просто себе в зоне там, да, для игроков. И Ханя ему в настройках включил азиатский сервер. И Энви, короче, пошел играть на Азии с Пингом 500 и слил ММР. Шутка такая неплохая получилась, конечно. Но Энви обиделся и вот решил, что надо вылить на голову. Но опять-таки меня смутило то, что он написал в Твиттере, что это было запланировано. Я что-то не совсем понимаю. Ладно, Феникс. Феникс, знакомимся мы с Фениксом. Новых игроков и людей, которые Доту только смотрят, я знаю, у нас всегда много, поэтому, может быть, стоит для них как-то в двух словах объяснить, что это за герой. Герой этот очень-очень хороший. Это Стрэнджевик. Один из немногих, кстати, рейнджевых Стрэнджевиков. Каких ты еще знаешь рейнджевых Стрэнджевиков? Рейнджевый Стрэнджевик. Ну, Хускар приходит первый на ум. И все, по-моему, нет? Ну, возможно. Честно, я так вот прям... Ну да, вроде все. Да-да, бывает-бывает. У него есть чудесные спалы. Первый называется Икарус Дайв. Вы его увидите очень скоро, как вот этот Икарус будет вот так вот летать по карте. Второй это, собственно, Файер Спириты, которые только что, мы видим, были заюзаны. Третий это Санрей, который вы тоже обязательно увидите. Это вот этот наш любимый, еще из первой доты, из времен первой доты, любимый вот этот луч победы или луч смерти. Ну и, собственно, яйцо или Супернова. Кстати, да, еще и рейнджевой этот ДК, но только в ульте. А, да. Больше действительно нет. Кунку еще можно назвать полурейнджевым. Да, и Феникс, на самом деле... А, Висп, Висп, Висп. Конечно, мы забываем про... Я всегда забываю, что Висп стренджевик, понимаешь? Да, действительно, действительно, да. Ну вот это Висп стренджевик, это то же самое, как Феникс стренджевик, что неправильное. Какие-то, да, что-то неясно, что они стренджевики. Ну да, то есть у того же Феникса, хотя у Феникса очень большой прирост силы за левел, Ну такой, действительно, стринжовый То есть у виспа намного меньше У виспа на единицу целую А тут какой прирост? Тут почти треха, так-то, знаешь Ну и в итоге он получается очень-очень толстый Очень толстый, да, ну хотя ему этот очень большой жир Не сказать, что прям супер-пупер необходим Хотя у него все скиллы жрут хп В определенном проценте, да То есть тут ему не нужна мана, фениксу Ему нужно именно хп Ману расходует только ульт и санрей По большому счету На ману пофиг Ну да, на ману ему пофиг Поэтому ему на ману ничего и не покупают Но герой очень интересен тем, что у него очень сильный Вот икарус дайв это абсолютно нормальный, адекватный скилл Просто скилл как скилл, да, ну там икарус, икарус Но вот очень сильные фаер спириты Очень, на самом деле, сильный, ну недооцененный такой санрей То есть этот скилл обычно редко качают Но вообще он очень мощный Ну и типа яйцо Яйцо это такой game change ульт То есть если это яйцо не разбивают в драке То это вообще забей Можно любую драку выиграть Этот ульт, он сильнее там, чем рейвидж Он сильнее, чем много чего Потому что ауе у него Как рейвиджей Тем более при том, что тут 4 милишника Да, 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 и пробивает БКБ еще И, соответственно, еще и полностью хилит Феникса на Полностью хилит и откатывает ему все скиллы Ну, кроме яйца, соответственно То есть Герой жесткий Опять же, против милишников четверых Вот эти фаер спириты Которые замедляют скорость атаки на 140 Это тоже очень круто Потому что милишники, они толпятся В них легко попадать Короче, по-моему, неправильный пик у команды У команды ВП Полар против него Ну, да ладно Может быть, они что-то знают Такого, что не знаем мы Так его пикнули ласт пиком То есть это, походу, наоборот Правильный пик, получается, от ТТ То есть видят 4 милишников Берут Феникс Ну, посмотрим Он как бы Нахваливать героя можно сколько угодно Если Феникс играет очень круто То это всегда видно И этот герой много очень сделает Но там зависит Действительно от того, как ты играешь Но тут интересно, что Синг-Синг именно пошел То есть Синг-Синг, он А вообще нет Он же сейчас всегда стоит на харде, да? По большому счету Ну, очень часто, да То есть милишник почти не ходит Ну, да, да Может вылиться в то, что Враг твою активничает И что-то сделает Это, в принципе, неважно Ну, вот, например Умирает, кстати говоря, можно выигрывать Его надо просто Картстайлу и к Дреду в команду На недельку Если бы они играли еще вместе Там же все на доверие идет Просто верить надо Но знаешь, эта команда больше не существует К сожалению, да, да На доверие не протянули, ребята Слишком много доверия было Или слишком мало, может быть, все-таки Да, но зато Артстайл играет в чудесной команде С названием Наташа Ищет Парня Идет на последнем месте в Старсерии А Дред идет на первом месте в Старсерии Прошу заметить Вот так вот Вот так вот Хеллрайзер с лидерой Старладера Причем уже второй день И учитывая, что матчей на Старладере Сегодня и завтра нет То до понедельника будет лидерами Как минимум Неплохо Это хорошо Это хорошо Ну, кстати, Фианис купил Так и себе Мекку Иллидан разожрался уже просто Я не знаю во что Реально такой террорист-терминатор получается 3700 у него Да, это очень много Он сейчас, может, задумает, что это будет Ну, задумался сейчас над тем, что будет покупать И купить сейчас и гоним, да? Давай, Иллидан Ну, я думаю, что нет Я думаю, что нет Я думаю, что все-таки это будет БКБ Первой необходимости нету Сайленсов каких-то, Директ Да вообще, стан Винги залетает Если ты купол поставил То, что яйцо Счастение Fire Spirit Вот этих, да Оно не работает в БКБ В итоге у нас погибает Синг-Синг очень перенервничал Ну, ты знаешь, честно В Супернове он пропадает с миникарты Мне это не нравится Типа яйцо Яйцо не герой Я не знаю Синг-Синг, честно говоря Вообще отыгрывает посредственно Весьма на этом Фениксе Ну, мы вот сегодня уже обсуждали С Витей Гэдхантем Что нам нельзя гнобить игроков Потому что мы плохие Ну, а здесь, я думаю, можно сказать Что он играет откровенно Паршиво на этом герое Ну, мне можно Хотя Тебе можно, да Мне уже тоже нельзя, наверное Все Тебе тоже нельзя уже Но мне пофиг услышать За былые заслуги Ну, я не гноблю Я просто констатирую факт Он реально Ну, просто на этом герое Можно играть тысячу раз лучше Заходишь в паблик И попадаешься против парди Который сыграл 500 последних игр на Фениксе И он тебе показывает Что может герой А Синг-Синг тебе показывает Как он миддл фармит С Fire Spirit И в яйцо прячется там Где он даже не умирал Бывает Так, ну что Койква без маны снизу Пытается убежать Койква собирает Наверное, самый поздний Самый поздний аршид в истории Ну, что у него Ну, вообще печаль какая-то Слушай, мы тут даже можем вставить Ставки соберет Он вообще его А, нет, но у него есть уже Все-таки один Еще обливин в куре Чуть-чуть осталось Чуть-чуть Нафармите Все, будет нормально Тауэрс Еще один упал у нас Ну, в итоге мы видим Что по вышечкам Две вышки забрали Ребята из Тим Титкер Причем обе они были Заденайны Да, а передус Просто никуда не спешат Слушай, они Ну, настолько никуда не спешат Что это вообще забей Они доминируют 23 минуты У них даже Два Тауэр забрали А они ноль 7 тысяч голды 11 тысяч экспы Они выигрывают Просто в салат Да, но Просто не хотят Даже ничего делать Ну вот Захотели Там супер, но нормально Купол как купол Убил Все хорошо Тауэр заберут Это самое главное Так, там Магнус ворвался Просто на хайграунд Такой бешеный Этот мат Отменил себе ульту Хорошо Но Тауэр забирает Да, то, что они Не активничают Ну, стиль игры Такой Они уверены в себе Что они все равно Выиграют Да, стиль игры Именно такой Ну, действительно Очень уж медленно Мне интересно Кто там Главный координатор Сейчас То есть это ФНГ Или кто-то другой Кто бы он ни был Он, конечно, зануда Та, еще Надо выяснить Пацаны, давайте еще Пофармим Так может пойдем драться Нет, давайте еще Пофармим Нет, нет, нет Еще Рано, 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 рано Еще Давайте Я хочу еще Пофармим Похоже, что Или да, на самом деле Похоже Ты думаешь Это когда кэрри Дорывается до координации Не-не-не, парни Еще Я хочу еще Команда Пяти кэрри Просто Не, ну так Все правильно Что бы нет У Фобоса мы видим Там Вангвард Скоро будет Что это Стафа Вызадает На форстаф Все собирает Или что Ну да, кажется Форстаф Магнус уже с БКБ Ну то есть Это видимо Хотят тут парочку БКБ прикупить И потом выходить В атаку Ну возможно и так Но Вот есть уже БКБ На Магнусе БКБ есть на Вайде Можно и выходить Потихонечку Да На топе Тем временем Тинкера что-то задумали Опять-таки У нас стоит Пайкат У которого Саша Яша Ярмлет 25 минута В принципе Снизу Фобоса убивает И Фобоса убьют Потому что Борь Начали активничать Ну а на топе У нас продолжает Веселиться Эллидан Очередной делает фраг Очередной через купол То есть Все На Верочку Никаких там Попыток Кстати Он же еще Под бафами Магнуса И Огра Будет так Впиливать Да Очень больно Будет Вперед Маг Чипеночка Он здесь Он влетает Ему дают Сайленс Он БКБ Узает Отвозит Двоих Сейчас Синг-синг У него нету Маны Он умер Ну и надо гнать Пайката В любом случае Пайката надо гнать Или Койква Койква уходит Пайкат в Сайленсе Прошел Башик И минус Пайкат Да Пайката просто Забили Как Себеку Балками Ну и реально Вот эти мужики Просто Смотри Один копьем Второй Каким-то Бревном Третьей Какой-то Дубиной Как собаку Изметели Да Да По-моему Вп Сейчас Они сейчас Могут делать Все что хотят Идти Потому что Если начать Делать все что Хочешь Как например Начать То Любую игру Можно проиграть Но если ты двигаешься Кучкой То да Такую игру Слить Но это надо реально Я не знаю Что сделать Фобос очень тупанул Только что То есть он Юзнул Стампид Подбежал Увидел венгу Развернулся И что-то начал Стоять на месте Топтаться И в итоге Фраг не произошел Ну Бывает Да Бывает Иллидан 3400 Тем временем Можно купить себе Уже Мьелнир Либо же Можно Не знаю Что-то еще Более крутое Приобрести Какие-то криты Какой-то Баттерфляй Делать Чтобы вообще Найкс Не справлялся С ним Ну вот Тут у Иллидана Сейчас Выбор есть Да Делаешь Что хочешь Как в магазине В таком С любой полки Что угодно Берешь И действительно Что хочешь Может я думаю Что Мьелнир На самом деле Хороший выбор Потому что Скорость атаки Будет Еще Больше Молнии Будут Еще Больнее Ну это все Собственно Что надо Ему сейчас Кстати Его будут пытаться Сейчас поймать Да Его кстати Могут И прыгает Ну все Уже не будут Ловить Уже слишком далеко И Койк Маны Тупо не хватит Туда долететь Койк Кстати Фармит БКБ БКБ Конечно Его здесь Спасет От чего-то Но Также Стоит Напомнить Что есть Воид И Магнус Только От Садонса Скорость Мага Это самое главное От чего Нужно спасаться Здесь Товарищу Койк Моментальный Врыв налило Но Легкий фраг Налили Но тут Правда Есть уже Маг Маг Может залетать На двоих Но мог Была возможность Оооо Что за фигня Ну блин Чипенко Ошибается Ошибка И сейчас Кстати Будет Еще один Минус Стампид Правда Помогает Ну Огр Вообще Нереальный Жирный Да конечно Его бы убили Если бы просто Били бы Били Но Это все равно 1800 хп И кстати Аганим Уже есть Да Аганим Приобрел У нас Фейслес Воид Также Действительно Огр Мага Все отлично А маг Сейчас должен Собраться Че это за ошибки Да Странная была Штука То есть Они шли Был момент Реально Дать рп Подвоим Учитывая Что у Огр Есть Аганим Могли легко Убивать Ну и там Блинг был Как бы Да Че то Че то Тупанул Маг Че то Пешком Решил Заходить А не прыгать В итоге Рп дал Крипа В одного Или Че то Депо Ну В любом Случа Опять же Непонятно Почему бы Просто Не пойти Толпой Зачем Отдавать Даже Своего Суппорта Вот Скаймага Так вот Лишний раз Что то Там делать Если можно Двигаться Вот да Вот сейчас Если Летан Сейчас умрет Вот если Сейчас умрет Или да Он успевает И уходит просто Из купола Ну ему надо Просто уходить Потому что Это опасно Ну вот Вот что то Минус БКБ Минус купол Че то Непонятная Ситуация Да что то ВП Действительно Могли бы Вот так вот Просто в пятером На топе Пойти Забрать Один Второй Тавр Им бы вряд ли Кто либо Что либо Сделал А вот Какие то Непонятные Гульки Иридана По чужому лесу Ну они О гоним Кстати говоря По твоей схеме Ну молодец Шарит Поэтому не жаль купол Опять таки Ну теперь точно не жаль Да Но это он мне кажется Ставил без агонима еще А может Не а с агонимом С агонимом Он ему прилетел Еще людям это показал А Павел Ну вот Тогда да Тогда в принципе купол Вообще не жаль Единственное что БКБ никогда Не хочет лишний раз Юзать точнее Вот Бывает Ну что 17-6 счет Полчаса игры прошло У Фобоса появляется Кримзон Гвард По деньгам 12 тысяч По экспе 15 тысяч И ВП Перефармливают В салат соперника Но Надо же как-то еще И реализовывать Свои преимущества А не просто его набирать Просто набранное преимущество В Доте ни черта не дает По факту да Действительно То есть К чему стремятся Ну Эту игру Я уверен Что Виртуз Про выигрывает Просто В разрезе того Что Тим Тинкер Далеко не самая сильная Команда в турнире Хочется Понять Собираются ли Они дальше Так же играть Ну то есть С такой игрой Честно Тяжело Вот будет Против ЕГЭ Каких нибудь Против других парней Да Есть очень агрессивные команды Которые тебя зажмут За такой За такой вот Неуверенной Неуверенную игру Есть команды Типа ЕГЭ Которые тебя может и не зажмут Потому что они сами любят Пофармить Но они просто в этом стиле В тысячу раз опытнее И лучше играют Они больше нафармят Короче говоря Чаще будут тебя подлавливать Где-то То есть Ну надо Надо реализовывать То есть Мы тут уже по-моему Сошлись на том Да ну потому что ничего не происходит Во все что делается Я не знаю Зашел ли Да отдал Три плюхи по Рошану Да ну нафиг Ушел Тим Тинкер просто стоят Вертус Про просто стоят Но Тим Тинкер сейчас пытается там Прочекивать как-то Рошана У них там иллюзия То есть Они планируют какую-то Супер-супер драку на Рошане Вп вообще Ничего не планируют Да Нужно просто купить На самом деле Я уже Я не знаю сколько можно Я уже даже Иридану писал в скайпе Говорю Ну купите вы Хоть раз в этой игре Владимир До там 58 минуты Блин у вас сейчас 4 милишника Ё-моё И действительно нет Владмирса Нет у Владимира Можно с Владмирсом Просто Иридан Зашел бы с ним Какой-нибудь Огран Рошана Иридан бы под Владмирсом Он бы Рошан убил бы в соло То есть Он и сейчас его убивает Но под Момом больно Опа Купол Мимо Вот так вот Пошли ошибочки Сначала РП мимо Теперь купол мимо То есть Вот-вот Начинаются Начинаются Супермовы Ну и Опенспейс Небольшой есть Для Тим Тинкера Они каждый знает Что там Есть Аганим Но это все-таки Минута Без купола Ну осталось-то уже 30 секунд Да И если будет драка То в конце драки Уже купол будет у нас Да То есть Тут заходит на Рошана Это конечно риск огромный Со стороны Тим Тинкер Нереальный риск Потому что Рошан так просто Не умрет Ну и маг Маг Цепляет двоих БКБшка Там есть свап Бульба ЕГМ проседают Но не умирают они И что у нас в итоге получается В итоге Лила разменяли На двоих А Ильдан Надо отсюда уходить Ильдан уходит Все очень битые Квойку погиб Ой хороший стан Какой зашел От Бульбы Байбэк От Феникса Байбэк От Койквы Да Койквы уже здесь Он может на разворот Что-то делать Но ему наверное Не стоит этим заниматься Ну в итоге Все хорошо Для ВП Опять таки Драка получилась Два Три В один И два Байбэка Честно Не было бы такого Запаса Вот какой у них есть Все это может Плохо кончиться Именно потому что Слово На них нападают На них инициируют То есть один раз Развели на купол Дальше Врыв от Тим Тинкера То есть они напали Да С этой Наикс бомбы Убили там сразу одного И просто потому что Дикий перефарм Просто поэтому Сейчас ВП Все как бы Живы И все хорошо Был бы перефарм не такой Был бы у Наикса Хотя бы Кераса Который у него нет Возможно Уже сейчас Драка была бы Не такая Здоровская Да Ну и что сейчас Сейчас надо самим Наверное пойти забрать Этого Рошана Потому что Тинкера уже Уже прям По-моему Окончательно поняли Что им ничего не светит На Рошане Что им надо только Ловить на каких-то Бешеных ошибках Команду Виртуз Проповар Но очень часто Ошибаться Я думаю ВП не собирается Уже хватит Да Вот с этой Кераса подлетел То есть Наикса Буквально Чуть-чуть не хватало До нее Кераса много Меняет в драке Ну ты знаешь А там 2 РП скоро будет То есть вот Вот мага уже Рефрешер на подходе Не Потенциал Конечно Пика Виртуз Пропов Он тоже понятен Он тоже огромен 2 РП Теоретически 2 купола Кстати Летан Фармит себе Да Рефрешер Именно рефрешер И я кстати Не уверен Что это правильный выбор Опа Пашкат Встрял Очень больно Пашкат Он тут просто Моментально Кстати нет Байбэка у Пашката И еще и Бульбу поймали Бульба Ветра себя подымает Но ничего это не даст Вон первый раз в игре Мы видим Рэй Фиксинг такой А у меня есть Рэй Пацаны Ну и минус 3 Просто через атаку Делают ВП Все Все просто Все элементарно Да элементарно Самое главное Что не появилось Каких преподавательных артефактов В Виртуз Пропов Не могли это сделать В любой момент На самом деле Но решили сделать сейчас И у Найкса нет байбэка Это по факту Можно идти дальше Никто вас Они не пойдут Потому что на топ Уже отправился Лил На топ Также отправляется На Скин Тавер Койква Тут понятное дело Улетит Забрали Т2 Есть у Магнуса на рефрешер Теперь точно Да вот как раз таки Ровно-ровно хватает Ему на рефрешер И у Вайда До рефрешера Тоже там Совсем чуть-чуть осталось Не знаю Нафига войдут Тут рефрешер Конечно Без рефрешера Можно было бы обойтись Можно было бы Купить себе Дегидаус А может это будет Баттлфури Ага Вовремя Не ну а почему Ты прикинь Баттлфури Плюс Эмпауэр Плюс Бладласт И там просто Лютый дэмэдж Да Будет 100% Будет клифт дэмэдж Просто Да Но нет Я думаю Да но нет Но нет Поэтому Просто рефрешер Ну конечно рефрешер Всегда хорошо Но я думаю Что Магнуса с рефрешером Тут более чем достаточно Чтобы всех Кому надо застанеть А Вайду Надо просто вносить ДПС Синг-синг продолжает Летать Магнус его просто Соло уже убивает Хорошая игра от мага Он не жалеет рпшки Потому что есть еще и рефрешер У него Ну и Virtus.pro просто Никуда не спешат Поэтому им вообще пофигу Айгис забирает Просто Огрмаг Настолько ВП пофигу Вообще На соперника Ну нету Сота у Лидана Уже рефрешер Вот он уже Типа деньги есть Поэтому Ну поймали Кстати Фобоса в лесу И у Фобос погибает А нет Вот он маг Но поздновато Маг немного Мистик Флэр в койку Койква Умер Пайката заслугили Тут уже просто на цитаты Разобрали твою легендарную Новая легендарная фраза Да, но нет Рефрешер все неси Лидан Вот летит ему рефрешер Мы видим Все Два рефрешера У команды ВП Полар Третий рефрешер Может себе Скай Рассмак Собрать А может Слушай Два самых бесполезных Рефрешера Скай Рассмейдж И этот И Угармаг Ну ладно Угармаг еще не бесполезно В принципе Прикинь 4 вот этих Вот подряд просто Ой лол Не, ну это вообще Ненормально Блин, слушай Я сейчас подумал Это наоборот не бесполезно Это походу супер убер жестко Ты просто можешь кого-то Испепелить Притом там Можно тысяча 3 хп Наверное откусить Если повезет Ну если хорошее Будет залетать То да Там действительно Можно не выпустить людей Ну кому действительно Тут бесполезен Так это одному Кентавру Наверное Хотя Ну Скай Рассмейдж Самый бесполезный Рефрешер Потому что Аганим дает То же самое Как бы Только еще и без кд Нет Прикольная тема Кентавру Собрать рефрешер Ты подумай сам Юзаешь стампид Прыгаешь Стан добыл эдж Рефрешер Стан добыл эдж И на стампиде На втором убегаешь Вот это жесть просто Да неплохо Неплохо Только маны не хватит Но это такое Ну аганим кентавру Знаешь Всем же героям Придумывают аганим кентавру Тоже скоро придумают Вернут Что он станет Будет всех Стампидом Нет Это слишком читерно Вообще-то раньше Это было безаганимое Да Раньше это был Какой-то вообще Невероятный стампид Вообще Мне стампид не нравится Мне надо что Я хочу чтобы ему вернули Ультимейт Как у него был Да Как у дровки Который ему просто Добавлял силушку Ну стампид Вообще-то Действительно довольно Серьезный скилл Но без стампида Кентавру никому не будет Ну же он будет как этот Как Слардар То есть казалось бы Слардар круче чем Кентавр даже Наверное Чем-то У него там Ульт очень крутой Но у кентавра Стампида Она Реально Помогает Причем очень часто И очень-очень В многих случаях Мы не один раз видели Как на стампиде Там игры выигрываются Грубо говоря Штука очень крутая Конечно По баблу Уже 25 тысяч По XP Ровно столько же То есть Преимущества Просто заоблачные Сейчас Но А Владимира Так и нет То есть Я не знаю Что должно произойти Чтобы эта команда Купила Владимира Кирасу Это реально Должны Звезды Там как-то Сойтись Может Или что-то Еще произойти Или это Определенные герои Только должны быть Чтобы купила Все эти итомы Почему не покупают То есть Все подряд Купил Кентавр Себе купил Уже Кримсон Гуар Там Алибарду То-сё А Владимира Да Никто Даже не думают На эту тему Да Кирас То есть Огр Макси Может купить Тоже Там Владимир А Магнус Кирас Например Ну нет Рефрешер Все что угодно Койка Минус Байбека нету Поэтому Опять же Опенспейс Для Virtus.pro Пожалуйста Две линии Не могут ломать Они сейчас идут Сломайте уж Хоть что-нибудь Хоть одну линию Хоть Ну их на топе Пачка крипов Два сич Крипа И пайката Их сейчас заставят Бежать на топ Ой-ой-ой Неплохо И второй купол Просто ЕГМ Недоволен Я думаю Иллидан Просто зашел Ну им кстати Да действительно Там заставили Лила полететь Ну Лил тут В принципе Сам отбивается А у нас Годлайк уже У Иллидана 9.08 у него Но тавр Они не сносят При том что Три человека Там на дефенсе Есть еще РП Есть БКБ Да все есть Там новый купол Есть уфобоса Фулл ХП И сам Пит Реально Есть все Сейчас есть Аегис Конциктов У Агро Как угодно Ну да Все таки решили Вернуться И смотри Вообще Никто даже Не будет думать Дефис Сингсинг полетел Да заберите Вы бараки Вот Стан Сингсинга И минус Сингсинг А внутри него Пайкат Бонус Привет Подвоим РПшечка Минус Элдер Титан Пайкат пытается Драться хоть с кем-то Ну тут просто Разваливают сейчас Ну правда Фобоса убили Да тут Койко Койко на развороте На развороте Убивают еще мага Убьют сейчас Возможно еще О, Элдеран опять купол Какая неожиданная ситуация Бам-бам-бам Погиб ЕГМ Скорее всего Тоже погибнет Нет Покупается и умирает Элдеран Кстати говоря Теперь Ну же они такие Сейчас она станет меньше, ну и 30 тысяч денег Тоже станет меньше, ну там опять-таки Ненамного, я вообще не понимаю Как можно было вот так поумирать Имея под больше 30 тысяч Преимущества И не снести бараки, кстати, сейчас умрет Опять-таки у нас ФНГ, я не знаю, что он здесь остался Ой, да, Лил с ФНГ тут, по-моему, заигрались Лил успел, кстати, прожать Еще неплохо Ну, Лил погибает, ФНГ уходит ФНГ каким-то образом убежал Вообще непонятно каким, на самом деле На него забили просто Странный момент, но Лил Лил нафидел, еще одну, сколько за Лил дали Ну, не так много Полторашечку и денег, иксп Всего-навсего Ну вот, все, еще пофармить, значит, думают Вертус про надо, скорее всего, что-то как-то нас разваливают Нужен Владимир И Кираса тут кто-то вспомнил И поэтому Фобус купил себе армор Слушай, отвечай, был бы у них Владимир и Кираса Они бы драку не проиграли Да, понятное дело Была бы у них Кираса, они бы уже давным-давно Тут разнесли бы все три стороны А в итоге, ты понимаешь, они сейчас умерли втроем И они сейчас могут подумать Блин, мы же втроем умерли Может никуда не пойдем? Да, да, нужно еще фарм Рошан Скоро Ну, Рошан реально скоро Поэтому, в принципе, до Рошана дотерпеть уж можно Никто тут не осудит За такие действия Вертус про Ну, после Рошана с Ирма Егисом Купить уже Кирасу эту многострадальную И можно уже идти заканчивать Ну, заканчивать это Не врываться куда-то, ставить купола на купола А просто сломать барак и райт-клик Да, драться где-то там под Т4 Ну, зачем это? Да, там, где у врагов байбеки Они прям с фонтана, знаешь Человек байбекается, как бы на автоатаке Уже пьет кого-то, просто штаб-трак идет Под фонтаном, фактически Можно как-то и без этого обойтись Ой, ладно Продолжаем наблюдать за потугами команды ВП Да, ну, они ближе Близзер, а сейчас вот таймер на Рошана Сейчас уже покажет, через сколько будет Собственно, Аегис Там Магнус у нас что-то еще покупает Ну, варианта два Это либо Линка, либо Хекс Ну, скорее всего, Хекс будет у Мага И Маны добавит И Реген хороший Да, Линка нахрен не надо тут, конечно Хекс Хекс Будет Хекс Две минуты двадцать секунд до появления Рошана Тинкера, тем временем, на топе опять подпушили линию И стягивают они туда ВП Пайкат у нас нафармил себе Абисал Блейд И Кираса у него есть Иллидан, кстати говоря, в темноту Вот так вот прыгая Рискует, пипец На что нарваться Если бы там бы просто стояли Если бы его ждали Он бы сейчас просто погиб Было бы довольно-таки абсурдно Но Его там не ждали Повезло Повезло Или да? Ну, не то что повезло Просто Тим Тинкер тоже боятся Опасаются Вижна у Тим Тинкер нету там никакого В тех регионах Вот они тут ждут теперь кого-то Вот тут ждут То есть если кто-то сюда сейчас один дойдет Какой-нибудь Маг, например Он может тут умереть Ну что, 45 минут игры уже прошло Вот по графикам Просто посмотрите, да Как-то драка поменяла графики С 35 тысяч на 20 тысяч Экспириенс И где-то на 5 тысяч по голде Собственно, графики прыгнули Но это такое Это все не важно Важно то, что ВП по-прежнему В разы сильнее И по-прежнему Ни черта не делает на карте Ну, теперь они просто ждут Рошана Тут уже все понятно Мьелнир купил себе леда На сегодня не было Я уж не помню И надо уже, наверное, Мом, что ли, продавать Брать вместо Мом бабочку Наверное Опа, Элидан Бежит Сверху замес Смотри, тут, кстати, очень много О, нифига себе Абисал Блейд Откуда тут у Абисал Блейд Вообще нарисовался Ну, Пайката У него еще в прошлой драке он был Очень опасливо Очень играет Тим Тинкер Тут всего было два героя Но они не стали убивать даже Лила Просто с трех ТП ушли И бегут в сторону Рошана Теперь, если смог у них Смог это то, что Может изменить Ход игры Ну, какую-то ситуацию в драке Ну, если правильно зайти Да, но вот бегут и не на Рошана Опять-таки, ни одна, ни другая команда Точного тайминга на Рошана Понятное дело не имеют Да, и здесь стоит хороший очень вард Который пока что Пока что не спалили еще Кажется Ну, зато вот Фен Га вард видит Разбивает его Его спасает Ну, этот вард, он прикольный Стоит его не видно так просто То есть это нужно с гемом подойти Вот сюда на гору встать Тогда ты его видишь, да Ну, этот же вард не показывает Толком вот это Вот это вот он не показывает Ну, да, но видит Видит просто Virtus.pro Вот если не в смоке Видит Virtus.pro Очень хорошо, как заходит Тим Тинкер А Тим Тинкер сломать этот вард не могут В итоге Тим Тинкер Просто вынужден Рошана отдавать Слушай, какой там лютый атак спид У него под Владластом И под момом Это просто жесть Да, у него даже без мома Больше двух атак в секунду Под момом там вообще Почти максимальный получается Наверное Так, смотри, заходит Козечка вот здесь Видит Лила Что будет-то? Так, курицу убил Куру Курицу пустую убил Получает Хекс от мага Получает РП Ну и что-то как-то тут маг Непонятно что делает Маг просто в соло Вот это красавчик Второй РП на Пашкату Нет, второй РП он не потратил еще Да, он хотел, ему прям Пашкат дал Абису Ну вот, подходит Это минус 4 Без потерь, абсолютно Шикарно Маг просто шикарно Отыграл Маг увидел Одного Койкву Все сделал четко И по таймингу То есть прыгнул Шоквейв РП Хекс Побил Побил Рефреш Еще раз Хекс Ну и Без шансов для Койквы Все, надо идти заканчивать Просто убил На самом деле Да, там, конечно Длительность стана Учитывая, что магнус он бьет Ну у него 200 дэмэджа с руки И так-то есть И с Хексом Рефрешером Получается, что Он его застанил На 4 секунды Там почти Да, и В Хекс засунул На 3,5 И только В Хекс он 2 раза засунул То есть больше 10 секунд стана По факту Ну да И все это время Билл слапы Плюс шоквейвы Жестко Ну почему они пошли Нижние бараки ломать Ну сломайте на миде тоже Сломайте все По-братски Я же Я же Ты не поверишь Они сейчас уйдут отсюда Они, может, этот барак И не добьет У меня тоже такое ощущение Что они сейчас Уйдут отсюда Та или Дан На самом деле У него Егис И он Может себе позволить Сломать И этот барак И тот барак Что угодно Может позволить себе сломать Ну надо идти И бить Т3 ФНГ уже бьет Слава богу ФНГ уже бьет Митл Поэтому Думаю, что Все-таки на 48 минуте Они поняли Что они действительно Сильнее немножко На 30 тысяч Того и другого Да, но Я молю их только о том Чтобы они сейчас Не ушли Поскольку сломают Митл Ну я вижу Что не особо Тут просто маг говорит Я пошел в атаку И уходят Впп Типа можно отойти На минутку Буквально Подождать Два рефрешера Кулдауна В принципе Можно этого и не делать Потому что Перефарм очень жесткий Можно заходить Но уходят Ну я думаю Что они пошли Подождать Просто вот эти два Рефрешера Кулдауна Просто минутку Чтобы наверняка Уже со всеми ультами Въезжать Тут в принципе Не так-то долго ждать За фарм Теншентов Там разок Что-то туда-сюда И Все будет Да, ну что Врывается шторм Сквозь мага Пролетает БКБ Попытка убить ФНГ И вот он маг Ой-ой-ой-ой-ой Как все криво Сделали Виртуз Прону О, яйцо Яйцо Ой-ой-ой Как пробило-то Иллидана Ты смотри А Иллидан-то погибает И Лил погибает И маг погиб Да, Иллидан Правда сейчас появится Что было делать С Иллиданом-то У него нету В принципе Эльфрешера Еще поэтому Нету купола второго Там кентавр вошел Пытается драться С Пайкатом Ой, ну с Пайкатом И что-то по-моему Ошибка от Фобоса Да, драться С Пайкатом Пайкат, кстати говоря Сваливает Шторм Пришел Станф Шторма Еще один Станф Шторма Шторм погибает Фобос жив И уходит отсюда Иллидан Пайкат просто психанул Здесь же уже Залетает сюда Бульба Застанил Иллидана Пайкат очень Сокливый вообще Нереально Он просто бегает И не бьет Посмотри, что делает Пайкат Его вся команда дерется А он бегает А, а, что? Как? Убивают своих Да убей Это, короче, такая лажа Короче, Тинкера Настолько паршиво играют Блин, не Пайкат просто ужасен Вот всю драку Я смотрел на нем всю драку Он просто бегал по ней Он бегал как Я не знаю Как девочка Там и Пульба подходит Выкупается Поднимает Иллидана Станет его Пайкат нужно просто подойти Сделать два удара Пайкат бегает Туда-сюда 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 У Иллидана Так отказывается купол Он его ставит Ну и Минус пять В исполнении команды ВП Полар Хотя Иллидан всю драку Провел Имея там 50 хп Лил просто Бьет Т4 Пока вся команда ВП Либо по тавернам Либо на базе Начинает в соло Бить трон О, кстати У трона новая полоска хп Ее же не было раньше А, да, кстати Жирная такая Прикольно Ну Иллидан походу Купит сейчас Тривела себе Да, так же как и Мак Вот они уже все здесь И просто будут Ломать трон Ну, не делает Пайкат байбэк Он может его сделать Но он не делает Не надо, не надо Зачем? Согласен Ну и тут мы видим Ведь так у тебя Как бы больше денег Останется Согласен В конце игры Че-то А, он купил себе Пять баклеров В стэше Пять баклеров Виктор Пять баклеров Пять баклеров